Спасибо. Еще был вебинар о том, как о профориентации детей дошкольного возраста. Это значит, что сегодня очень актуальна эта тема. И давайте посмотрим, что с этим можно сделать. Ну что ж, друзья мои. Во-первых, что такое профориентация? Для чего вообще-то она нужна? Это выбор будущей профессии. А что дает нам профессия? Это образ жизни, той жизни, в которой мы будем жить. В которой ребенок предполагается, что он будет жить. И ориентир, ой, вот видите, неправильно написала. Ориентир будущей жизни. Для чего это важно? Ну, давайте мы все работаем. Сколько часов жизни мы тратим ежедневно на работу? Кроме тех условных 8 часов, еще огромное количество времени, когда мы думаем о своей работе, готовимся к ней. Потому что учителя в большинстве своем работают не только в школе, не только в детском саду или в учреждении, в котором они работают, но они еще и дома делают. Вот 25 часов в сутки. И это особый образ жизни, он накладывается на людей. Пару лет назад пошла в магазин купить одежду об образе жизни. И вдруг продавщица говорит, вы знаете, вот это платье у нас покупала учительница математики, вам тоже она подойдет. Говорят, а что, так видно, что я учительница? Говорит, да. Ну, я шутя говорю, пора менять профессию. Понимаете, друзья, наша профессия влияет на весь наш образ, то, как мы движемся, то, как мы действуем. И поэтому то, какой у нас будет достаток, чем мы будем по жизни заниматься, вот имеет огромное значение для жизни. И давайте зададим вопрос. А нужна ли такая ранняя профориентация детям? Во-первых, профессия устаревает. То приходит, то уходит. А сейчас развитие индустрии такое сильное, что некоторая профессия просто растворяется. Мы увидели, как был, например, бум, когда, помните, были эти виниловые пластинки, их производили, они исчезли. Раньше для того, чтобы издавались ноты, был человек, несколько так редких людей, которые прямо к специальной технике вставляли. Друзья мои, у вас звук есть, да. Пожалуйста, перезагрузите, если плохо слышно, если что-то не то. Да, попробуйте перезайти. Всё, благодарю Татьяну Викторовну. Итак, друзья мои, профессия устаревает. Раньше делали эти диски или видеокассеты. Помните, кассеты ленточные. Их кто сейчас использует? Так, целые отрасли. Исчезли станки и люди, на которых работали, люди, которые всё это готовили. Мы теперь пришли на цифровое оборудование. То есть целые отрасли производства исчезают, устаревают профессии. Так чему же мы можем учить детей? Так дети сами ещё, они растут, они меняются ежедневно. Плюс есть и другой момент, что мозг ребёнка растёт особенно активно, как-то он в детском садике. У него чуть ли не каждый месяц меняются интересы. Почему? Потому что выстраивают синапсические связи в головном мозге. И получается, что дети очень сильно меняются. Так есть ли смысл заниматься профориентацией в этом дошкольном возрасте? Если есть смысл, то каким образом это сделать? А давайте посмотрим, чем мы можем помочь детям. Во-первых, раскрыть таланты и способности. Как это можно сделать? Я поговорю попозже об этом, как детально это делать. Ну, например, вот раскрыть таланты. Потому что у многих людей, и музыкантов, и учёных, да и у обычных людей обычных профессий, таланты, какие-то способности прорываются уже с самого детства. Направить внимание на конкретные сферы развития. Когда мы увидим, что человеку чего-то не хватает, то мы направляем его внимание. Помочь осознать значимость денег. Сейчас этому уделяется очень большое время. Помочь осознать неудобства жизни без денег. Во-первых, без денег нам никак не прожить. Ну, это средство обмена, с помощью которого мы получаем все блага нашей жизни, включая от необходимых, еды, жилья, одежды, и до роскоши, развлечений и так далее. Всё с этим связано. И помочь осознать... Вот вопрос, а нужно ли ребёнку осознавать эти неудобства без денег? Дело в том, что параллельно с профориентацией в детских садах сейчас идёт активно ещё финансовая грамотность. И если мы в финансовой грамотности начинаем рассказывать детям о неудобствах, это мы показываем отрицательный сценарий и рисуем в головном мозге отрицательный сценарий. Идёт отрицательное программирование, этот термин в последнее время очень часто используется, потому что уже становится понятным, что многие рекламы, телевидение, средства связи работают на то, чтобы внедрять в наше сознание некоторые мысли, не очень полезные нам, но очень полезные тем, кто это рекламирует. И вот этот карантин, в котором мы находимся, приводит к тому, что мы переоцениваем все наши жизненные ценности. Секунду, я прикрою дверь. А то посторонние шумы и звуки меня отвлекают. Так вот, что же делать? Нужно ли детям показывать вот это неудобство? Нет, скорее всего. Но, например, раскрывать таланты в раннем детстве необходимо в таких видах творчества, как вообще творческие способности, это музыка, спорт. Очень важно начать как можно раньше. Если мы сейчас смотрим, то у нас спортсмены начинают чуть не с трёх-четырёх лет. То же самое с музыкой. Рисование, ну, рисуют дети просто так, рисуют профессионально, могут начать и чуть позже. Но то, что касается мышечной активности, начинают намного раньше. Но тут дело не только в мышцах. Оказывается, в этом возрасте у детей выстраиваются синаптические связи. То есть, если мы представляем, что синапсы как древо, и про ним течёт энергия, как только ребёнок делает определённое действие, выстраивается по одному пути, идёт энергия. Если ребёнок перестаёт, или человек перестаёт этой деятельностью использовать в жизни, то забывается, идёт забывание, и ребёнок перестаёт этим заниматься. Почему? Потому что туда не потекла энергия, туда не потекла вода, и русло высохло. Так, я считаю, что просто надо детям, какие есть профессии, не больше, а просто показать детям, какие есть профессии. Интересная мысль. Это одна часть. Посмотрим дольше. Это одна составляющая. Давайте посмотрим, как было раньше. Но лет 200 назад, до этой индустриализации 150, в основном люди работали у себя дома, во дворе у них было ремесло, и дети с измельства, вот как здесь плотник работает, и рядом ребёночек, он прямо рядом с папой, он видит, как папа работает, что папа делает. Какие-то процессы мелкие, он тут же помогает, видит, и вот, чуть ли не с молоком матери, он впитывает в себя вот эту специальность. И поэтому вот были очень сильно традиции, семейные традиции, когда ремесло приходило из одного поколения в другое поколение, и, конечно, всегда находились некоторые дети непослушные, которые искали свой путь и выходили, но в основном, в большинстве своём, они продолжали свои родовые традиции, семейные традиции. Даже если смотреть в Европе, то были эти целые цеха, вот Ломоносов, да, который нарушил традиции, выехал, потому что, ну, скажем, у него судьбой была предрешена определённая, заложена в генах, другая программа, поэтому он ушёл. Но в основном, если взять, то ребёнок видит, как родитель трудится. Сейчас как происходит действие? Ребёнок в садике, милые, очаровательные тёти, такие, как мы с вами, ему читаем, рассказываем, объясняем, что надо делать, как надо делать, такие хорошие профессии есть, он домой приходит, знает, что папа, вот он где-то что-то делает, использует вот эти инструменты, может быть, получается в итоге что-то, но он понятия не имеет, чем занимается папа, чем занимается папа. Так, я вижу тут сообщение длинное, Светлана Юрьевна написала, посмотрим, что. Мы тоже работаем по данным теме, но на вебинарах узнала, что, по мнению Аверина, ни других мы не вправе применять термин ранней профориентации в ДУ, этим мы ставим ребёнка в какие-то рамки. Вы знаете, эти термины действительно нужны нам, детям эти термины совершенно не нужны. Вот здесь и есть искажение. Да, ребёнок совершенно не понимает, что такое профессия. То есть, да, он понимает, он теоретически вам может красивыми фразами объяснить, что такое профессия, но он понимать, осознавать и знать это совершенно разные вещи. Что же получается? Давайте посмотрим, в чём разница. Раньше ребёнок видит труд на всех этапах производства. Ребёнок знает, чем папа занимается, знает, чем мама занимается. Ему передаётся секреты с любовью и трепетом, потому что были профессиональные секреты, которые каждая семья хранила. Вот чешские хрустали, какие-то особенности красок, секреты красок, с помощью которых красили ткани и так далее. У всех были какие-то секреты. Друзья мои, да, кто-то высмеивает. Дело в том, что у нас в программе есть вот этот термин профориентация для детей. И вот разъяснить эту ересь, что делать с этим, с детьми. Вот поэтому я и веду сегодняшний вебинар, чтобы вот из канцелярщины, из тех канцелярских вопросов выйти к тому, что же нужно детям. А главный конфликт сейчас в том, что родители на работе что делают? Делают деньги. Вот спросите ребенка, куда ушла мама, куда ушла папа. Обычно они говорят, мама ушла на работу, делай деньги, чтобы купить мне игрушку. Почему? Потому что мама уходила. Милый, ты же хочешь игрушку? Я иду, чтобы денежки получать. Папа идет туда, чтобы денежки получать. И дальше, что ребенок видит? Папа уже пришел с работы, он не видел труд папы. Но он что видит? Папа лежит на диване и пьет пиво, а мама сердит и ворчит. Давайте разберемся, что получается. Папа устал, решил сидеть. А мама ворчит, потому что весь день тоже устала. Дело в том, что ребенок вот в это время, пока родители трудились, работали, он не видит. Он видит конечный результат. Поэтому недавно, когда мы проводили опрос у детей, каким должны быть идеальные родители и каким не должны быть, большинство детей написали, что папа не должен лежать на диване, быть бездельником и не работать. Вот такое в голове у ребенка формируется из фрагментов. В этой картине, его жизненной картине не хватает большого количества пазлов. Как он может собрать эту картину, если он не видит? Из чего состоит труд? Он знает, что у папы профессия, он инженер, он менеджер, слесарь, все, что угодно, любая профессия. Или мама, но не видит процессы. Поэтому дети, какую профессию они видят? Учительницы. Спросите большинство детей, кем они хотят стать. Во-первых, учителями, дальше, врачами, потому что это те профессии, с которыми они лично контактировали. И если в доме кого-то там хвалят, что банкир, смотрю, он богатый и так далее, у него все хорошо, у него создаются ассоциации вот с этими вещами, с этими вещами, искаженные неполные понимания. Дальше. Секреты мастерства раскрывают посторонние люди. Если там секрет мастерства передает папа, мама с трепетом, внимательно, наблюдая тет-а-тет, то здесь посторонние люди, они раскрывают в целой группе. И дальше. Ребенок не представляет, как нечто превращается в другое. Ценные, красивые. И все это благодаря труду, мастерству. Вот он видит готовые изделия, готовую мебель. А что эта мебель была сделана? Во-первых, из дерева. Дерево обточили. Да, сейчас машины это делают, не рукой делаются. Но был составлен проект. Дальше. После этого проекта на ним работали. Все равно это физический труд. Выкладывали, вымеряли, вычищали. Все это делали. Ребенок этого не видит. Основная картина у него жизни остается с занавесью, потому что детей туда на производство не пускают. В редких случаях дети видят, как родители работают. В редких случаях ребенок видит, как отец потный. Как отец потеет, ребенок видит только, если он на даче или где-то вот видит. Это очень важно, чтобы ребенок видел, что что-то дается потом. Потом. Человек потеет. Он трудится. А такое впечатление, что булка растет на дереве? Нет. И мы удивляемся, почему дети не оценивают чужой труд. Друзья мои, как они оценивают, если они об этом понятия не имеют. Они это не видели, не слышали, никак с этим не общались. Так. Пусть употребляют термин, но мы суть. Ага. Да. Мы несколько лет работаем над профориентацией, используя социально-познавательный проект. Все профессии нужны, все работы важны. Многое узнают от родителей, дедушек и бабушек. Да, да, это очень важно, когда есть совместная работа с родителями. Друзья мои, вот что для меня профессия. Профессия – это то дело, с помощью которого мы выражаем любовь к людям и благодарность Богу. Любой наш нам платит за то, что мы делаем для кого-то. Если я делаю, пеку хлеб для себя, я ем сама, ем, да, это мне хорошо. Я могу поблагодарить Бога, что он дал мне пшеницу и так далее, возможности. Я пеку, я жив-здоров. Но когда я этот хлеб продаю, то я этим трудом выражаю любовь к другому человеку. Вот это главная составляющая и корень того, что есть труд, что есть профессия. Если мы рассмотрим профессию таким образом, то мы выйдем совершенно на другой уровень. Профессия – это не способ заработать денег, это способ выразить любовь к людям, поблагодарить Бога и в этом, во всей общности раскрыть свою суть. Раскрыть свою суть. Вы можете, вот революционные в России не видели труд, отца не все, не все же были крестьяне. Даже если работали где-то, родители, дети приносили им еду. Каким-то образом они видели. Что такое для тебя профессия? Вот есть три подхода к профессии. Если профессия для тебя способ заработать денег, то ты работник, раб. Раб, да, потому что ты продаешь себя, свое время, свой труд за деньги. Если профессия для тебя способ выразить себя, то благодаря совершенствованию в нем ты начинаешь светиться, освещать других. Когда я занимаюсь любимым делом, я говорю, вот я сейчас рассказываю, мне это интересно, и вы видите, сколько эмоций во мне растет. Я не могу, я их не навязываю, я даже хочу немножко себя остановить в этом процессе эмоциональности. Но оно само во мне раскрывается. Почему? Потому что для меня это способ выразить себя, то, что во мне есть. Если твоя профессия средство, чтобы осчастливить других, то ты становишься соратником Богу. Кто такой Бог? Творец. Тот, кто создал все во Вселенной, включая от маленькой квантовой частицы и до всей Вселенной. Если ты вкладываешь в профессию желание осчастливить других людей, да, ты соратник Богу. И это вот первейшая, первейшая, первейшая профориентация, которую нам нужно давать детям. Потому что детям нужны ценности. Они с воздуха эти ценности не берут. Если мы просто показываем профессии, мы не даем их жизненных ценностей. Мы даем их способ идти стать рабом, работником, который продает свое время, свою жизнь ради денег. И совершенно другое отношение, когда ты находишь себя, когда ты пытаешься счастливить другого, то обратная связь от глаз людей, для кого ты что-то сделал, это просто великолепно. Тут очень много, вы написали, друзья мои, я сейчас попытаюсь прочесть. В предприятиях пытались рассказывать, показывать, что ездили на сельскохозяйственные работы. Плохо, что не по-русски называется, что интересно. Говорить и показывать определенно стоит. А что свой для себя ребенок, это ему решать. Наша задача дать. На каждом этапе человек познает мир. Сейчас идет, что в ребенка все нужно заложить в детстве, как раньше, в прошлом веке. Дети познавали все в детстве, все прелести взрослой жизни. Знаете, чего не видит? Самый главный недостаток, как я сказала чуть раньше, в том, что ребенок видит готовый продукт. Он не видит путь преобразования. И что этот путь идет через труд. Дети учатся на том, что видят. Любите, друзья мои, свою работу и показывайте им тех, кто любит свою работу. Тогда он будет искать ту, которую сам полюбит. Покажите, как другой человек счастливо благодарить за какой-то труд. И светятся глаза тогда у обоих. Потому что это взаимообмен. Взаимообмен. И эта духовная благодарность, она многого стоит. Что еще это дает? Дело в том, что информация... Вот сейчас, когда все перешли в онлайн, есть одна интересная такая... Один главный недостаток. Дело в том, что мы считываем энергетику человека. И когда вы находитесь рядом со счастливым человеком и настраиваетесь, вы ощущаете, попадаете в его поле, ощущаете это счастье. Если вы находитесь рядом с человеком, который мастер своего дела, вы попадаете в его энергетическое поле. И повторяете тоже, когда дети находились рядом с родителями в этом энергетическом поле, они питались этим. Поэтому сейчас, когда идут бизнес-тренинги всякие, спрашивают, определите 10 близких человек, с кем вы общаетесь. И это покажет ваш, вы видите среднее арифметическое, у вас уровень жизни. Вот с кем вы общаетесь, от тех вы получаете энергию. Вот важно, с кем общается ребенок. Идем дальше. Должны научить усидчивость, а не дети пока двигаются, но терпение это важно. Дело в том, что сейчас большинство родителей, поскольку они работают и мало видят своих детей, они пытаются оправдать свое отсутствие. Как только ребенок что-то просит, они бегом в магазин и покупать его, чтобы показать, вот ради этого я не с тобой, милый мой ребеночек. Но это, друзья мои, это нисколько не заменяет того присутствия эмоционального и физического, которые, когда родители находятся рядом с ребенком. И таким образом мы не даем в ребенке развиться терпению. И главная еще особенность вот в чем, когда семья в разводе, тогда мама и папа соревнуются в том, как кто быстрее завоюет внимание ребенка. Вот ребенок сказал что-то, не соревнуется, кто быстрее купит, кто дороже выберет, кто дороже заплатит. Да, это прямая, очень быстрая выгода. Но в длительном, если в длительности рассмотреть, то это очень опасное явление, потому что не развивается терпение. Хочу прямо сейчас и никогда позже. Что за преобразование? Да, друзья мои, булки не растут на дереве. Откуда молоко в бутылке? Как чертеж становится дома? Вот это, например, одно из игр, которые можно с детьми провести экскурсию. Помните, были старые такие сказки, прибаутки или там стихи, что обменяла там птичка зернышко на что-то, зернышко поменяли на муку, муку перемолотили на что-то поменяли и дальше пошла муку к печенику, тот сделал испек, поменяли булку, отдали кому-то. Вот этот обмен показывает, с помощью вот таких прибауток показываются изменениями. Дети сразу не поймут, потому что в них эти синапсы выстраиваются постепенно, поэтому они очень любят, когда сказки повторяются. Повторяйте одни и те же сказки много раз, те же самые прибаутки, пойте, играйте. Откуда берется молоко в бутылке? Откуда? От коровы. От коровы у коровы почему? Потому что у коровы теленок, он кормит, и корова настолько добра, что еще и с нами, с человеками, с людьми делится своим молоком. Да, вот это. Вот поливать огород, сажать цветы, это прекрасно, а не дети видят, как все это растет. Не о том, что надо об этом цветке заботиться, это как раз и рост, то, что растет и постепенно развивается. Или дом построили, дом из чего построим? Мы вначале сделали чертеж, вначале помечтали, увидели, развиваем визуальное мышление. Вот какой дом хотим, а какой он должен быть, а как можно, какая мебель внутри, где у нас окна, где спальные комнаты, где кухня, где туалет, ванная. Вот все это. Этапы, этапы, этапы. Все на словах и в страшных иностранных мультиках. Да, не видят взаимодействия человека и природы. Друзья мои, на самом деле, в основном, вся киноиндустрия, мультипликация и так далее, в большинстве своем ведут к потребительству. Детские каналы, что делают? Они показывают рекламу в огромном количестве. Казалось бы, это должна быть территория закрытая для рекламы. Детям дают рекламу постоянно. Дальше. Мультики служат для того, чтобы эти игрушки продавались потом в магазинах. И дети покупают чудовищных монстров. Они просят. И родители, даже не задумываясь, полезно это, вредно ли им, нужно, не нужно, начинают покупать детям эти игрушки. Это другой вопрос. Вопрос очень длительной, серьезной работы с родителями. Как мы раскрываем таланты у детей? Во-первых, мы наблюдаем, поддерживаем его интересы. Это как мы делаем? Просто наблюдаем. Вот он пошел туда в обычной игре, дети играют. Кто зачем пошел, что сделал, поддерживаем его интересы. Предоставляем возможность сделать разные процессы и действия. И, конечно же, сотрудничаем с родителями. Но можно попросить родителей, если есть возможность, возьмите ребенка к себе на работу. Путь будет любая работа. Если есть возможность, хотя бы часик-два там побыть на работе, чтобы он просто посмотрел, он наблюдался, делал и рисовал, пока все дело делается. И иногда задавал вопросы. Так, если ребенок будет приучен к труду, он может сам ориентироваться в мире. Он будет в состоянии, Клара Викторовна, он будет в состоянии сам, может быть, заработать, но ориентироваться не всегда. Увы, сейчас получается так, что наименьше зарабатывают те люди, которые работают больше всех. Ориентация, ориентирование в жизни – несколько другой процесс. Это процесс осмысления. Самый много работающий человек – это, например, дворник, который убирает снег или на улице убирает. Кузнец или разные мастера, которые на производстве работают. Они сколько зарабатывают? Нет, они мало зарабатывают. Но трудолюбие заключается в совершенно другом. Как ни печально, открылись бизнес-тренинги, которые учат зарабатывать миллионы, и прикладывают минимум усилий. Друзья мои, эти тренинги, я их проходила, они не учат, как зарабатывать. Они привлечены для того, чтобы привести человека в определенное состояние, при котором он хочет им оплатить эти курсы. Зарабатывать вряд ли. Вот, виртуальные экскурсии по таким производствам, как фабрика мороженого, консервный завод, стеклодугу. Прекрасно, вот это показывает. Это показывает профессии, что можно делать очень разные вещи. И, друзья мои, вот здесь помогают, конечно же, очень сильно родители. Как могут, можем мы работать с родителями? Во-первых, родители могут рассказать ребенку о своей профессии, раскрыть какую-то тайну. А ты знаешь, там есть секрет. В виде приключений показать, рассказать о профессиях предков. Дедушки, бабушки, там, старой профессии, даже которой сейчас нет. И поддержите ребенка в его интересах. Что это такое? Ребенок заинтересовался чем-то. Да, давайте, покупайте ему книжки по этой теме. Давайте, лепите с ними пластилина, рисуйте. Может быть, фильмы какие-то можно посмотреть. Вот, мы с детьми создали свой мультфильм. Это вообще прекрасно, когда дети создают мультики. Друзья мои, вы тут так активно делитесь своим опытом. Я просто вами восхищаюсь. В детстве я очень мечтала стать педагогом. Да. Друзья мои, на нашей площадке некорректно ставить внешние ссылки. Это вообще ни в каких вебинарах не принято ставить посторонние ссылки. Пожалуйста, не делайте этого и не отвлекайте вниманием. Идем дальше. Как определить талант ребенка? Очень сильно помогает свободное рисование, свободная лепка. И такой старинный, старинный, старинный метод, знаете, какой? Тестирование. Старину у разных народов, например, есть такие привычки. И ребенок, как только появляется сутки, опразднует этот первый зубик. Например, в Армении у нас такая традиция. Ее ребенка накрывает голову белой простыней, там сверху сладости какие-то, простыню снимает. И перед ним куча разных вещей. Там ножницы, сантиметр, ручка, карандаш, книга, тетрадь, всякие разные вещи. И первая вещь, которую ребенок возьмет, это и будет его профессия. Вот такое тестирование. В старину профориентация была вот это тестирование. Кстати, очень сильное тестирование, потому что до 4-5 лет у ребенка связь, какая-то внутренняя интуиция, очень сильно развита. И понаблюдать теми словами, за теми словами, которые он говорит, очень важно. Но как может ребенок в 5 лет сказать, я хочу стать философом? Откуда он знает, что такое философия, при котором, при том, в окружении нет ни одного философа? Он говорит, я хочу быть философом. Как это? И это было еще давно, когда мультиков всех этих не было. Ну, это же значит, что-то прорываете из внутреннего человека. Есть разные тестирования. Тестирование по отпечаткам пальцев, когда можно определить какие-то психологические качества и помогать развивать. И когда мы развиваем, в ребенке это раскрывается, и он находит свой путь. Чем хороши тестирование по отпечаткам пальцев? Они не покажут вам профессию ребенка, но, например, определят, покажут его особенность. Кто-то из детей интроверт, кто-то экстраверт. Вот это очень хорошо показано на наши пальчики. Показывает по отпечаткам пальцев, когда мы смотрим, можно определить. И какая у него движущая сила психики. Исходя из этого, можно в какой-то мере определить тот механизм, с помощью которого он будет работать. Смотрите, это не направление, а механизм. Это не путь, а машина, на которую он поедет. То есть путь – это профессия, это путь выяснится позже. Но с каким механизмом, какая у него внутренняя машина в голове, в теле, это помогает определить вот эти тесты. Дальше. Что делать, если интересы у ребенка меняются? Друзья мои, это нормально, они должны меняться. Другой вопрос мы задаем, а почему поменялись интересы? Если это процесс развития мозга, он увидел что-то, заинтересовался, то это нормально. Но бывают и другие патогенные способы. Это когда ребенок встретил препятствие, которое не может преодолеть. Или требуется больше времени, или что-то он сделал, ему не хватило каких-то материалов, чего-то не хватило. Вот тогда препятствие. Тогда наша задача – прийти и помочь. Иногда причиной смены интереса бывает психологическая травма. И эти травмы могут быть, на наш взгляд, что это? Это ерунда, да, со всеми происходит. Почему? А бесценивание. Ребенок сделал что-то, вылепил, он это ценил. А кто-то там взял и подумал, что это неважно, и выкинул. Для него это обесценивание. Это травма. И чтобы в дальнейшем никто его детище не выкинул, чтобы он не пережил, он перестает этим заниматься. Иногда бывает изменение обстановки в семье, там, ссоры, разводы. Кто-то уехал, кто-то приехал, потерял из родных, кто-то ушел из жизни. Вот это тоже травма. Если мы дело имеем с психологической травмой, то по возможности надо поддержать и вернуть, и вернуть. И давайте будем осторожны к обесцениванию. А что еще возникает обесценивание? Из оценки. Лучше вообще не ставьте никаких оценок. Ребенок придет, спросит, хорошо, нравится? Да, мне нравится, классно, молодец. Не спрашивает и не говорите. Не пытайтесь ему помочь своими советами. Он еще тоненький. Ему пока эти советы не нужны. Когда он будет готов получить советы, он придет к вам за ними. Друзья мои, напишите, пожалуйста, какие у вас ассоциации к слову победа. Вот это очень важный вопрос. Победа. Слышите? И запишите в чате. Так, секунду. Я здесь. Вот, победа. Так, сейчас я считаю счастье, усмех, успех, триумф, ура, мир, героизм, движение к цели, достижение, салют, победа. Я достиг своей цели, успех, это радость, триумф. Хорошо. Друзья мои, достижения, воодушевление, связь поколений, преодоление. Прекрасные слова. Мне очень понравились ваши ответы. Дело в том, что наша пропаганда обедняет это слово победа. Вот я сейчас скажу вам, в чём обедняет. Мы каждый год празднуем день победы. Это действительно великая победа, великая отечественная войне. Но слово победа связано не только с этим действием. Раньше были машины победы, и когда говорили победы, то люди думали о машине победы. Ассоциация шла машина. Победа в конкурсе, это одно дело. Но что получается один очень сильный, сильный перекос, который прямо связан с профориентацией. Когда говоря о победе в Великой Отечественной войне, мы говорим только о военных. А в этом очень заинтересованно наше руководство, потому что во главе государства стоят люди из определенных структур, из военных сил. Те же самые генералы, полковники различных структур. И для них это ценно, и это пропагандируется. Но кто стоит за победой? За победой стояли люди, которые были в тылу. Вот в этом году я увидела одну-две программы благодарности, им спасибо, которые рассказывали о людях, которые были в тылу. Дело в том, что у детей в этом возрасте горит желание быть героем, быть победителем, быть каким-то особенным. Когда дается один сценарий, быть героем можно только в войне, сражаясь, то мы уничтожаем ценность всех остальных. И те дети, которые не заморочены на финансовой стабильности, а которые хотят быть особенными победителями. И что получается, что вот искажается, искажается детское понимание победы. А ведь победа, оно такое многогранное. И вот эти ответы, которые вы дали, это тоже великолепно. Друзья мои, вот читаю, как относитесь к тому, чтобы к 9 мая провели конкурс учения стихов про войну. Друзья мои, когда моему племяннику дали на классном часе почитать стихи про войну, я нашла стихотворение, в котором мы как раз празднуем победу. Весна, праздник, всё. Зачем семилетнему ребёнку это травматично, травмоопасно внедряться в эти дебри, в эти глубины. А приключенческая литература, это великолепно, там же каждый раз человек преодолевает сам себя, преодолевает какие-то препятствия. Причём это делает играючи, радостно. Дети с удовольствием учат. Знаете почему? Потому что это касается духовной части. У нас, у них душа реагирует, у них душа просыпается, но она просыпается в боли, а не в радости. Есть такой важный закон, куда идёт наше внимание, туда идёт наша энергия. Когда мы говорим о войне, мы подпитываем войну в Ираке, войну в Сирии, войну везде. Когда мы говорим о том, как строится жизнь, как прекрасна жизнь, мы подпитываем энергию, чтобы была жизнь. Друзья мои, вот в чём весь вопрос. Итак, обращаем внимание ребёнок на формирование навыка, на результат своего труда. То есть иногда ребёнок делает, у него получилось плохо и так далее. Говорим, ой, смотри, а сегодня у тебя лучше получилось. Вот какая у тебя ровная линия получилась. Здорово, сегодня лучше. Дальше, на результат своего труда он сделал, как можно это сделать? Самое интересное, обратите внимание. Ребёнок сделал каких-то из пластин милины, слепил человечков, зверей, мы их ставим на выставку. Эта выставка нужна не детям, нужна нам. А дети что делают? Они с помощью этих фигуров потом проигрывают жизненные ситуации. Они играют. Патриотизм одним весельем не воспитаешь. Друзья мои, а что такое патриотизм? Если мы любим тот труд, который сделали мы сами, патриотизм это не только война, патриотизм это любовь к труду, любовь к людям, которые рядом с тобой живут. Это истинный патриотизм, ненапыщенный. Качественно сделать свою работу, а не халявно. Это героизм. Это для меня и есть патриотизм главное. Телом мы проявляем любовь к родине. Документы, война, потом жизнь. Нет, друзья мои, жизнь. Жизнь и жизнь. Надо отвлечься от войны. Отвлечься от войны. Жизнь и впервые в жизнь. Потому что все делается ради жизни. Даже та же война. И война это не то, что люди выбрали. Это то, что несколько человек навязали. И не надо кормить их своей энергией. Давайте будем кормить своих людей той доброй энергией. Строительство домов, школ, игровых площадок, спортивных залов. Дать время насладиться результатом. То есть когда ребенок наслепил эти фигурки и он наслаждается результатом, то это великолепно. Да, без взаимопомощи была великая взаимопомощь и солдатов, и тех, кто были в тылу. Мы не пренебрегаем никем. Мы ценим их. Мы помним их. У меня дед был военным офицером. Но при этом мы помним тех, которые под огнем засевали поля с надеждой и неуверенностью, что смогут ли оттуда собирать урожай. Вот это была стойкость. И нашим детям не хватает вот этого упорства, стойкости. Они делают что-то и хотят тут же получить результат. А готовы ли они делать нечто, не ожидая под сомнением, будет ли результат. Но очень надеюсь на это. Вот этому упорству нам и нужно воспитать детей. Есть техника дорисовывания, его предлагает Шалва Аманашвили. И в чем его преимущество? Что мы делаем? Мы дорисовываем до идеальной картинки. Ребенок сделал что-то. Я представляю, что ты вырастешь и будешь. Я встречу тебя. И вот ты такой-такой. И описывает, какой ребенок. Это одна сфера. Он делает игрушку какую-то, лепит что-то, рисует. Ой, а я представляю, что из этого выйдет. Насколько это будет красиво. Насколько это будет точно. Да? Вы можете не продолжать фактически что-то, а вот показать свою веру в надежду, в то, что у тебя получится. И в итоге не просто, я уверена, у тебя получится. А просто представить. Я представляю, как это великолепно будет. Вот то, что ты сделаешь. Так мама обрадуется, получив эту открытку, которую ты сделал. Друзья мои, есть такая древняя формула. Вы, наверное, все знаете, что талант равен одному, труд – ноль. Талант плюс труд равняется результат. И если у вас талант и мало труда, то вы получаете 10. Если у вас много труда, и он прилиплен к таланту, то вы можете получить миллион. То есть все зависит от того количества труда, который вы приложили к этой теме. Дальше. Компоненты качества труда. Качество любой работы. Если мы говорим о профориентации, что? Какая профессия, какая работа нам приносит удовольствие и результат? Когда есть концентрация, когда есть внимание, когда есть терпение, когда есть знание и навык, который приобретается благодаря опыту. Друзья мои, давайте сегодня у нас тема вебинара немножко другая. Мы немножко коснулись. Для чего? Потому что есть те сферы жизни, которые мы не наблюдаем. Мы упустили. Я коснулась только для того, чтобы больше обращали внимание вот на эти моменты. Мы можем в детях развивать в детском саду концентрацию, внимание, терпение, обогащать знаниями и давать навык, опыт. Дело в том, что в большинстве случаев, когда говорят о профориентации, говорят о знаниях, то есть давать, какие профессии имеют, рассказать, мультфильмы и так далее. А вот все остальное развивается немножко под другим углом. Какие упражнения можно дать на развитие концентрации? Ну, во-первых, ребенок, если увлечен, не отвлекайте его. Даже когда надо идти на обед, иногда, если он не хочет, увлечен. Пусть работает. Спросите ему, у нас сейчас обед, ты хочешь идти? У вас групповая игра, а он увлечен и чем-то занят. Не настаивайте, позволяйте ему оставаться в этом сосредоточении. Если мы его часто отвлекаем до того, что он обязан делать то, что мы делаем в группе, то, что у нас по плану, у ребенка ломается навык концентрации. Следующее, найдите различия. Простая игра, когда две картинки одинаковые, там что-то меняется. Мы ищем и находим. Дальше. Найди фигуру на картинке. Визуализация предмета. Вот хочу обратить внимание, с этого все начинается. Сейчас очень сильное орудие, инструмент нашего мышления – это визуализация. Давайте, ребята, посмотрим. Яблочко. Представьте, закройте глаза, все закройте. И представьте, яблочко. Красное. Посмотрите, какое оно круглое. Отодвиньте, приблизьте, порежьте пополам, как оно пахнет. Детям это очень интересно, и они начинают развивать визуальное мышление. Они видят образ. И здесь развивается и концентрация, и визуализация. А нам чего больше всего в жизни не хватает, друзья мои? Мы не знаем, куда идём, для чего идём. А чтобы понять, куда мы идём, то надо выстроить в своей голове. Вот, помните, мы говорили, чертёж превращается в дом. До того, как этот дом был, был чертёж, а до чертёжа он был в голове. В голове человек увидел, где он хочет быть, как он хочет быть. И если мы развиваем визуальное мышление ребёнка, когда он с закрытыми глазами видит, то это очень хороший навык. Упражнение на развитие внимания и памяти. Ну, во что был одет прохожий? Ну, это можно предложить родителям. Родители идут. Или вот кто-то там стоит, повернуйся спиной. А во что был одет? Расскажи, во что он одет. Повернулись и пытаемся вспомнить, а кто во что одел. Там переоделись каким-то образом. Посмотрели минуту, там, секунду, десять и повернулись. Следующее. Сколько окон было в доме? Что ты видел по дороге? Ребёнок рассказывает. Причём самое интересное. Эти вопросы надо задавать не один раз. Если вы в течение месяца ребёнку задаёте, что ты видел по дороге, он начинает присматриваться. Он вначале ничего не видит, а потом, если что-то увидел, то он бежит, чтобы рассказать об этом. А я видел это. Он начинает замечать. Вот умение замечать очень важно. А дальше собирать пазлы. Игра в мемори. Ну, есть такие игры «Барабашка», я не буду на этом останавливаться. Игры с обычными игральными картами. Это самый бюджетный способ, с помощью которого всё время мы играли. Игра 11. Учит считать. То есть выставляются карты, добавляются так, чтобы получить число 11. Найди пару. Тоже развивает внимание. Раздаётся по 4 карты каждому. И 4 карты на столе. Находят пару. Четвёрка к четвёрке, двойка к двойке. Валет к валету. И парами кто больше наберёт. Вот. Простая игра, но она на внимание. Дальше. Домик. Координация рук. Что делаем? Используем карточки, любые игральные карточки. И выстраиваем домик. Можно там наложить ещё карточек. И задача – осторожно доставать, чтобы домик не развалился. Кто сможет построить из большего количества карт. И вот координация рук. Тонкость. Внимание. Вот игра, которая полностью просто и помогает. Найти сходство вот таких игр у вас в учебниках, в работах очень много есть. То есть, друзья мои, я сейчас быстро иду к концу, потому что у нас время как бы заканчивается. И важно уважение к труду. А как это получается? Когда мы взрослые, потому что дети учатся на том, что видят, благодарим каждого работника за труд. Повара, уборщицу, кого-то. Показываем, благодарим ребёнка за его помощь в любом деле. Показать результаты различного труда. Ой, смотри, как это красиво было. Наверное, вот этот человек потрудился, он сделал это, 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 это. Показать полезность труда в жизни и сложности при его отсутствии. Да, когда этого, вот если бы этого не было, как бы нам было сложно попросить рассказать, что он сделал, дать положительную обратную связь. И самую главную работу по этому поводу, вообще по тому, как состоится, в жизни написал Генрих Саилович Альтшуллер. Это теория развития творческой личности, коротко ТРТЛ. И вот эта теория состоит из следующих этапов. Друзья мои, ещё пять минут потерпите, потому что самое интересное приходит именно сейчас. Сейчас дебют эта встреча с чудом. Вот если, когда мы позволяем детям получить различные впечатления, что-то зацепит ребёнка и разбудит то, что в нём от природы заложено. Дальше наличие плана, это уже пойдёт дальше, позже. А вот высокий уровень трудоспособности мы можем воспитать в детстве. Мастерство в решении задач тоже мы можем, хоть в детском саде, стойкость характера, умение держать ответ, то есть результативность. Вот начал какое-то дело, довести его до конца. Он не довёл до конца, спрашиваем, а давай я так хочу увидеть, что получится в результате. Тебе нужна помощь? А может мы оставим завтра, продолжим, если устал. То есть вы разбираетесь в том, добиваетесь того, чтобы ребёнок сам, самостоятельно довёл свой труд до результата. И в самом конце я хочу прочитать. Джабран Халил Джабран написал целую книгу, пророк называется. И там пророк возвращается к себе на родину, и ему люди задают вопрос. Это мудрец. И задали ему вопросы по труде. Я рекомендую вам просто в интернете найдите этот труд полностью, почитайте там немного. А я просто цитату. Вы работаете, чтобы быть вместе с землёй и душой земли. Ведь бездельничать, стать чужим временем года и выпасть из течения жизни. Течение, что движется в величаво, в бесконечность, в гордом преклонении предмета. На любое стремление слепо пока нет знания. Но любое знание бесполезно пока нет труда. Но и труд, любой пуст, пока нет любви. И только когда ты с любовью работаешь, ты соединяешь себя с собой и с другими людьми, и с Богом. Труд – это любовь, которая видимо. И если ты трудишься без любви, а лишь с отвращением, будет лучше, если ты оставишь работу и сядешь у ворот храма. И будешь просить милосты у тех, кто работает с радостью. Потому что если ты печёшь хлеб с безразличием, ты печёшь горький хлеб, который насыщает только наполовину. И если ты давишь виноград с неохотой, твоя неохота перегоняется в яд в тёмном вине. Если ты поёшь даже как ангел, но любви нет в твоём пении, ты только заглушаешь голоса дня и голоса ночи в ушах других людей. Друзья мои, всё, что делайте, делайте с любовью. Потому что это самое-самое главное, что вы можете отдать. И вернёмся к тому, что профессия – это способ проявить любовь и отблагодарить Творца за то, что мы есть. У нас есть голова, у нас есть руки, у нас есть мысли, тело. Оно для того, что мы творили. И это творчество должно быть во благо. Во благо. Ну что ж, огромное спасибо вам, друзья, за вашу активность, за то, что вы были здесь сегодня, слушали. И приглашаю Татьяну Викторовну. Она сейчас вам расскажет, как и где получить сертификаты. А я прочту пока ваши сообщения. Ой, они так быстро бегают, я не успеваю, друзья мои. Так. Большое спасибо, благодарю, друзья мои. И вам большое спасибо. А материалы у вас действительно хорошие. Я очень стараюсь. Я каждый раз стараюсь. именно потому, что я люблю то, что я делаю. Друзья мои, я ушла с работы, я сижу дома и веду вебинары, потому что мне интересно давать то, что в обычном формате не дают. Слушалась на одном дыхании. Замечательный посыл нам. Да, друзья мои. Так, большое спасибо и вам, друзья. Недавно я услышала, и психологи, знаете, о чём говорят, что человек, в нём есть таланты, в человеке есть таланты, но есть одна вещь, которую он получает от окружающих. Он сам не может получить сам по себе. Это жизненные ценности. Труд – это ценность. Это ценность, которую вы передаёте другим людям. Материализуете. И когда вы эту ценность передаёте другим людям, что такое ценность? Качественный труд. Это любовь. Это приверженность, уважение традиции. Я не скажу приверженность, потому что многие традиции в каких-то моментах меняются, но важно, чтобы корень традиции, первоначальное зерно сохранялось. Экологичность. Экологичность в речи, экологичность в действиях. Это тоже великая ценность. Экологичность природы. Потому что сейчас очень многие говорят, и когда мы видим про ноосферу, что такое ноосфера. Это сфера вокруг Земли, атмосфера, в которой накапливаются наши мысли. Те мысли, то, о чём мы думаем, друзья мои. И эмоции накапливаются туда, образуют определённую сферу, и оттуда эта энергия возвращается нам. Она возвращается щедрым дождём, когда надо поливать поля. Она возвращается нам ураганами, когда у нас мысли нечисты. Потому что мы во всём космосе живём во взаимопонятии, во взаимопринятии. И, возможно, вот этот вирус, который сейчас присутствует, этот коронавирус, он ответ нашим нечистым мыслям, нашим искажённым пониманиям, когда мы работали как рабы, ради денег, но не ради того, чтобы творить, быть сотворцом, быть в компании, быть в единении с соратниками Бога. Тогда это совершенно другой подход. Ну что ж, друзья мои, благодарю вас. Благодарю вас. Татьяна Викторовна.